Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо Максим Радайкин и Борис Марсенкевич. Добрый день! Борис, вот на Медне, на официальном сайте Nord Stream было опубликовано сообщение, что академик Черский начал трубоукладку в водах Дании. И это значит, что как бы Европа осознала, или тут какие-то другие свои подводные камни начались? Давай по порядку. Действительно, официальное сообщение о том, что 27 апреля академик Черский начал укладку второй нитки Северного потока-2. Это факт. Там же отмечено, что работает в соответствии с полученными разрешениями. Что касается, Европа осознала, Европа не осознала. Строительство ведут, если не считать Газпрома, частные европейские компании на собственные деньги. Поэтому что-то должна осознавать Европа как часть света, как экономическое объединение под названием Европейский Союз сделал 25-е. Одна из причин, почему нам все время рассказывают что-то странное, Германия там что-то решила, какие-то государства еще называются. Государство Германии ни одного пфенинга или как у них теперь евроцентр строительства не уложило. Все разговоры о том, что она может что-то приостановить, она это может сделать только если правительство будет делать какие-то действия наперекор собственному законодательству. Разрешение выдано государственным органом, вызваны совершенно конкретным компаниям. Никаких нарушений действующего законодательства не было и для того, чтобы сейчас отменить свои же решения, необходимо идти за три месяца до выборов, которые в сентябре намечены, за четыре, идти на то, чтобы нарушать собственное законодательство. Так что это все разговоры в пользу бедных. Если говорить о новостях по Северному потоку-2, то пять суток стоит на месте трубоукладочное судно Фортуны, хотя погода в Балтийском море хорошая, но это воспоминания о том, как долго МИД Дании мурыжил, другого слова подобрать не могу, с выдачей разрешения на строительство Северного потока-2. В парламенте Дании, напомню, был принят закон о том, что если маршрут газопровода проходит в территориальных водах Дании, то все вопросы, касающиеся разрешения, определяет Министерство иностранных дел и, собственно, на этом застоплилось. До того момента, пока компания Nord Stream 2 AG, швейцарская такая компания, морская страна, не подала новая варианта маршрута, и теперь маршрут проходит в исключительно экономической зоне Дании, в соответствии с датским законодательством, там все решает Датское энергетическое агентство, которое тесно сотрудничает с Газпромом с 1993 года. Мгновенно была решена вся проблема. Из двух предложенных вариантов маршрута Датское Энергетическое агентство согласовало тот, который короче, но тем не менее, для того, чтобы из территориальных вод выскочить в исключительно экономическую зону, приходится пересекать нитку Северного потока Первого. Вот это первое пересечение, соответственно, судно Фортуна стоит, а вспомогательные суда, трубы Северного потока должны пройти поверху, занимаются укладкой ни с чем, ни на дно морскую. Должна лечь так, чтобы трубы друг друга не передавили, чтобы все аккуратненько прошло. Второй такой перекресток будет уже в исключительно территориальных водах Германии. Это тоже на этой же, на обеих нитках они правили друг другу идут. То, что остановка длится уже достаточно долго, это значит, что подушку будут готовить не только для той нитки, которую тащит Фортуна, но и чтобы Черский, когда подошел, уже не останавливался. Напомню, что Черский – это более мощное, более новое судно. Скорость трубоукладки у него может доходить до полутора километров в сутки. Фортуна на максимуме давала порядка километра, но это при благоприятных погодных условиях. Балтика есть Балтик, это все-таки достаточно большое море, где бывают серьезные ветра. Последний раз, когда я смотрел, в Фортуне оставалось пройти 38 километров в исключительно экономической зоне Германии, плюс 18 километров в территориальных водах Германии. Правильно сказал? Сначала Дания 38 километров, потом 18 километров там. Сейчас, видимо, немножко сдвинулось все это. Если учитывать ту скорость, с которой двигается работа у Фортуны, к концу мая, к середине июня все должно быть закончено. Если остановка в связи с перекрестком не будет слишком большой. Академии Кучерскому предстоит догонять, но даже с учетом всех погодных условий и прочего-прочего, с учетом того, что необходимо после окончания строительства провести регламентные проверки, продать инертным газом, проверить, нет ли там утечек и так далее, к началу отопительного сезона обе нитки должны быть введены в эксплуатацию. С учетом того, что наземное сухопутное продолжение Северного потока-2 магистральных газопровод Еугал уже введен в эксплуатацию, его продолжение по территории Чехии под названием Капа Сити Фугас введено в эксплуатацию в марте. К сожалению, не могу найти на Русской Минской новости по последнему участку газопровод Мегал, он требует третий нитки, имеющихся транзитных мощностей не хватит и должен быть построен газоотвод Мегал-Жюйт, по которому, собственно говоря, российский газ должен дойти до конечной точки газового Хаба-Баунгартена в Австрии. То касается, почему, на мой взгляд, сопротивление реализации Северного потока-2 стало меньше, ну, как бы очевидно. В связи с погодными условиями, в обычных случаях в первых числах апреля Европа переходила на режим закачки подземных хранилищ газа, то есть поступало газа больше, чем расходовалось. В этот раз рекордно долго продолжалось изъятие газа до 15 апреля в связи с тем, что там похолодало. И сейчас в такой стране, как Германия, заполненность ПХГ 27% так мало никогда не было, заполненность ПХГ во Франции 18% так мало никогда не было и далее по списку. Если не будет введен Северный поток-2, то есть риск к тому, что к началу отопительного сезона необходимое количество газа просто физически не успеть накопить. Тут еще выходит вопрос, если, вот, точнее, когда будет закончен второй Северный поток, а успеют ли с используемыми мощностями они все-таки перекрыть не к хватку? В том случае, если это состоится в начале отопительного сезона, да, успевают. И теперь вот еще одна странная, мозолящая глаза информация, что как только построят Северный поток-2, так тут же прекратится транзит российского газа через газотранспортную систему Украину. Интересная шутка. Нам это постоянно навязывают. На этом основано, вот, с таким обоснованием вводятся односторонние дискриминационные меры со стороны Соединенных Штатов. На основании этого табаки в Европе подбывают о том, что Россия намерена убить Украину. Просто напомню еще раз очень несложную арифметику. С Украиной в декабре 2019 года подписан обязывающий контракт длительностью 5 лет. Заканчивается он в декабре 2024 года. С 1 января 2021 года обязательный объем прокачки 40 миллионов кубометров газа в год. В том случае, если Северный поток-2 будет введен в строй и Евросоюз заставит действовать по нормам европакета, третьего энергопакета Евросоюза, простите, заговорился, это означает, что можно прокачать дополнительно 27,5 миллионов кубометров газа в год. Соответственно, даже в том случае, если взять и отключить украинский транзит, явным образом отверстие возникает в 13 миллионов кубометров. Ну, в 12, хорошо. Которые не только нужно найти, но и прокачать в нужное место. Не хватит мощности. Поэтому, если говорить о том, что может быть отключено, то есть, во-первых, отключить Украину, это заплатить штраф, разумеется, оператору газо-транспортной системы Украины, с которым у «Газпрома» подписан договор, не выполняем обязательства, плати. В том случае, если не хватит газа каким-то европейским заказчикам, опять штраф в плати. В то же время через территорию Белоруссии и Польши проходит магистральный газопровод «Ямал-Европа» мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год, причем компрессорная станция, стоящая на границе Польши и Германии, имеет мощность 29 миллиардов кубометров газа в год. Остальное, собственно говоря, оставалось в Польше. Так вот, 29 и 27,5 – это уже значительно ближе, чем 27,5 и 40. Первый момент. Второй момент. Поскольку Польша решила действовать в строгом соответствии с нормами третьего энергопакета Евросоюза, никакого долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного договора у «Газпрома» с компанией «Газсистом» газо-транспортной системы Польши просто нет. Проводятся аукционы на сутки, на неделю, на месяц, максимально, по-моему, на два месяца или что-то такое. Никаких штрафных санкций в том случае, если «Газпром» просто не является на аукционах, не предусмотрено. Просто не принял участие. Не пришел, не пришел. У вас же норма третьего энергопакета, соответственно, должен прийти какой-то другой поставщик. И ищите газ в Беларуси. Какие проблемы? И все проблемы будут решены. Газ в Беларуси искать никакого смысла не имеет, потому что газо-транспортная система в Беларуси в 2012 году куплена компанией «Газпром». Вот, собственно говоря, вся картинка. Поэтому все разговоры о том, что произойдет прежде всего отключение Украины, они, на мой взгляд, обоснований не имеют. Во-первых, не бьют цифры. Во-вторых, зачем, для каких целей «Газпрому» наматывать на себя штрафы в двух местах. Одна часть штрафа не выполнен договор с оператором газо-транспортной системы Украины, другой. А другие штрафы возникают с теми европейскими компаниями, которые газ закачали, а «Газпром» не смог предоставить. В то время как можно совершенно безболезненно, безо всяких штрафных санкций, решить вопрос с Емалой Европой. Так что, я думаю, мы, по-моему, обсуждали. Одна из причин, почему польские рыболовецкие суда бросаются на судно «Фортуна», еще там что-то происходит, какие-то там самолеты летают и прочее. Это попытка провокации и вызвать на ответные... Ну, это уже нервы, потому что у Польши сейчас ситуация по сравнению с Украиной проигрышная. За Украину заступились уже все, кто только мог. Европейские государства, заокеанский хозяин, все возмущены тем, что Россия намерена отобрать у Украины прибыль за транзит газ. Вы хотели, мы сохранили. Про Польшу никто ничего не говорил. Штрафных санкций не предусмотрено, ничего личного, только бизнес. Вот, собственно говоря, вся конструкция. Поэтому пытаться... У нас сейчас какая-то странная тенденция в СМИ. Европейские СМИ накачивают своих читателей, накачивают свой электорат тем, что Россия строит Северный поток-2 исключительно для того, чтобы выключить из схемы поставок газа газотранспортную систему Украины. И мы начинаем повторять. Вот наши консервативные патриотические издания, они ждут, что мы достраиваем Северный поток-2 и тут же отключаем Украину. В связи с чем? С другой стороны, они совершенно не обсуждают Польшу, и это уже странно. Много странных вещей происходит. Например, сейчас я обсуждаю скандал с Чехии. Выслали дипломатов, придумали какие-то взрывы. Росатом вышвырнули из тендера на строительство дополнительного блока атомной электростанции Дукованы. Все это ужасно-ужасно. При этом забывают, что в марте этого года чешская компания за свой счет, безо всяких скандалов, аккуратно достроила сухопутное предложение Северного потока-2. Не участвую ни в одном скандале. Ни одного высказывания чешских политиков за Северный поток, они против, они Северного потока. Просто молча сделали свое дело. И сейчас Чехия в этом плане выглядит просто замечательно. Она вступила в жесткую конфронтацию с Россией, она присоединяется к санкциям, высылает дипломатов, еще что угодно делает. Но об участии Чехии в проекте Северного потока-2 тишина полная. А что касается обстановки внутри Чехии, то я напомню, что в 2020 году средний показатель выработки электроэнергии в общем энергобалансе на основании возобновляемых источников энергии ВИИ составил почти 20%, в Чехии 12%. Она занимает по этому показателю третье место с конца в Евросоюзе. По количеству выбросов углекислого газа она занимает четвертое место с конца в Европе. Чехия до последнего времени спокойно использовала угольное месторождение для того, чтобы работали угольные электростанции. Что дешевле и быстрее, построить новую атомную электростанцию, тендер предусматривает по Дукованам начало работы в 1929 году, окончание работы в 1936. Это будет долго, это будет дорого. До 1929 года можно все еще 10 раз пересмотреть. Северный поток-2 начинает работать в этом году. Перестроить угольную электростанцию на сжигание газа дешево, быстро, без проблем. На мой взгляд, затеев вот этот скандал, связанный с работой МИДа, с какими-то там Петровыми и Башировыми. Это звание или фамилия? Это уже звание. Звание, да? А кто будет следующим президентом США? Петров или все-таки Баширов? Как ты думаешь? Ну, если у них там двупалатная система, нужно второго вводить, потому что один явно не справляется. Дум-веран будет. Да. То есть Чехия там резвится как может. Все знают, что Чехия жесткий противник России. Но за счет того, что продолжение Северного потока-2 построено, причем это магистраль капаситива фугаса соединена с газораспределительной системой Чехии, она позволяет за незадорого подвести газ к ныне действующим угольным электростанциям и выйти на те нормативы, которые от них требуют Брюссель. В Чехии это выгодно с экономической точки зрения со всех сторон. Магистральный газопровод уже проложен. Германия свою часть тоже уже проложила. Морская часть вот-вот заканчивается. В том случае, если будут продолжать угольные электростанции, в Европе направление жесткое. С каждым годом будет выше штраф за выбросы углекислого газа. За счет того, что вместо угля начинает использоваться газ. Выбросов меньше, штрафов меньше. То есть Чехия свои экономические интересы соблюдает достаточно аккуратно, несмотря на все высылки дипломатов, поваров. Что-то там еще происходило, я не следил за всем этим. Ну, это мой взгляд. То есть Чехия, затеяв атомно-дипломатический скандал, аккуратно убрала все свои действия, связанные с Северным потоком-2 в тень. Никто об этом не видит. Ни одна европейская СМИ не вспоминает. Но это как раз про отношения СМИ. Если о чем-то активно не говорят, то вполне себе возможно. Я думаю, что Чехия, прежде чем затевать этот скандал, там кто-то все-таки из них аккуратно посчитал. Заокеанский Сюзерен хотел, чтобы мы обострили отношения с Россией. Давайте мы их обострим так, чтобы это нам не очень сильно помешало. Что у нас там ближайшая скандальная? Тендер на атомную электростанцию, которая стартует в 1929 году. Ссоримся на эту тему, все в порядке. Все в порядке. А до 1929 года, как там Хаджана Средин говорил, или Ишак, или Падишах, или я. Вот о некоторых тонкостях европейской политики с моей колокольни, не более того. На этой прекрасной ноте. Друзья, спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь на канал, знаю, что смотрите без подписки. Вот прям поставьте колокольчик, там лайк, комментарий, минимум 8 слов. На всякий случай сообщаю, что в очередной раз получил приглашение на передачу «Утро» на телеканале «Звезда». Не исключено, что все состоится, тогда мы вас об этом дополнительно известим. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!